Традиционно в новогодние праздники мы вспоминаем о самых главных событиях ушедшего года. Чем он запомнился и чем отличился, чем порадовал, а может огорчил. Все, что активно обсуждали в течение последних 12 месяцев в наших праздничных спецвыпусках. И сегодня мы вспоминаем ноябрь и декабрь 2021. 50 магистров приняли на обучение в Саоровский филиал МГУ в этом году. 20 обучаются на прикладной математике и информатике, а 30 человек на направлении физика. Открытие филиала МГУ в технопарке в сентябре этого года стало ключевым элементом в создании национального центра физики и математики, пояснил собравшимся Валентин Костюков. Филиал МГУ, как ведущий ВУЗ, который в конечном итоге дает нам возможность привлечь сюда весь его потенциал образовательный и реализовать подготовку для ядерно-ужейного комплекса, прежде всего и для нас, новые поколения теоретиков, которые войдут в 21 век, которые будут работать в области тех задач, которые стоят перед институтом. НЦФМ должен стать центром мировой науки, в котором будут работать специалисты уровня Нобелевских лауреатов. Существенно преобразится облик академического городка. В объекты его инфраструктуры в 2021-2024 годах инвестируют 7,5 миллиардов рублей. Подводя итоги уходящего года, директор ФИАЦ ВНЕФ рассказал и о ликвидации пожаров, что бушевали летом на территории Мордовского заповедника. Фактически мы вновь подошли к тому, что в трех точках на промзону, по сравнению с 2010 годом, это была одна точка, огонь зашел на промплощадку. И это не шутейное дело. Мы вновь вернулись к вопросам, которые связаны с 22-й площадкой. Мы вернулись к вопросам 19-й площадки. Пожары ликвидировали, на борьбу с ними были брошены беспрецедентные силы, но системные проблемы их возникновения еще не решены. Пока нет взаимодействия с Министерством природы, Мордовским заповедником, Нижегородской областью, пояснил Валентин Ефимович. Решением этой системной проблемы займутся в следующем году. Еще одним серьезным испытанием для городообразующего предприятия стала пандемия. Один из вопросов, который на сегодняшний день ставится, все-таки недостаточный уровень нашего коллективного иммунитета на территории, который связан с продолжающимися работами в области вакцинирования населения. Валентин Ефимович обратился к представителям прессы с просьбой напомнить царовчанам о важности вакцинации и напомнил, что это ведущий пункт в борьбе с пандемией. Коллективный иммунитет ядерного центра сформирован сегодня на 94%. На мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции за этот год потратили 111 миллионов рублей. На ремонт, благоустройство, установку и монтаж оборудования в помещениях медицинских организаций и обеспечение КБ-50 автотранспортом выделили 14 миллионов рублей. В начале эпидемии 18 аппаратов ИВН поставили. Нам вроде казалось, зачем нам стоит 18 аппаратов ИВН. И даже в прошлом году два аппарата передали в пункт, потому что у них таких аппаратов не было, они нас попросили об этом. Но в этом году на просьбу в пункт мы уже просто не отдали, потому что подъем заболевания настолько высокий был. Количество больных в два-три раза больше всего больных, что все аппараты использовались. Игорь Викторович обратился к руководителям города Ирфиацвниев с предложением создать в Сарове мемориал медикам, погибшим в пандемию. Полную версию пресс-конференции Валентина Костюкова смотрите в нашей рубрике без комментариев. Несмотря на все сложности, год выдался удачным и плодотворным. Удалось реализовать основные задуманные проекты, сообщил журналистам глава города Алексей Сафонов. Саров достойно показал себя и на федеральном уровне. Мы получили всю необходимую поддержку и специальные поручения по вопросам развития нашей территории. Очень активно прорабатываются разные варианты планов развития, достаточно бюджета емкие. Ключевым событием, наверное, для территории это стало подписание указа президента о присоединении территории к городскому округу города Саров. Это действительно уникальные события. Не обошли вниманием одной из самых громких событий года – указ президента о присоединении северных территорий. Что даст это Сарову и как повлиять на жизнь в городе? Прежде всего, по мнению представителей администрации, новая география позволит создать дополнительные рабочие места и социальную инфраструктуру. Например, построить физкультурно-оздоровительные комплексы. Присоединением технопарка мы планируем как раз увеличить возможности города, ресурсы города и добавить некую гибкость для реализации тех или иных проектов, которые невозможно реализовать внутри периметра. С 1 января по инициативе и по одобренной президентом эта территория становится городом. То есть вопрос прямой – налоги пойдут в город. Всю деятельность этой западной территории можно назвать на три компонента – научная, производственная и социальная. Научная, вы знаете, да, это одобрено строительство Национального центра физики и математики, центральным ядром которого стало открытие филиала, восьмого филиала МГУ. Одной из центральных на пресс-конференции стала тема вывоза мусора. Жители города все чаще беспокоят несвоевременная уборка мусорных баков. В связи с этим администрация ведет постоянную работу с региональным оператором. Здесь мы находимся, конечно, между жалобами и непримирением жителей с недостатками работы рекоператора, ну и, соответственно, некое непонимание рекоператора наших требований. Мы понимаем, как должно быть, но не хватает законодательной базы, не хватает ресурсов достичь этого результата. Поэтому работа продолжается. Задача максимума городской администрации на 2022 год – освоение новых территорий и вовлечение их во внутренние процессы города. В следующем году Саров ожидает и ряд крупных мероприятий. Одно из них – 30-летие закона о ЗАТО. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Сработались за год. Так отозвался о новом составе Саровской думы ее председатель Антон Ульянов. Он отметил, что уходящий 2021-й был непростым для депутатов, но при этом весьма эффективным. Среди самых важных думских решений Антон Сергеевич выделил согласование текста меморандума о сотрудничестве. Документ этот, напомню вам, он составлялся и основан на принятых национальных проектах, национальных целях, но на стратегии развития Нижегородской области. И вместе с тем это такой народный документ, который разрабатывался при участии достаточно большого количества людей. Разрабатывался он в течение года. В феврале Дума приняла решение о возможности заключения консессионного соглашения в отношении Горводоканала. Вопрос этот обсуждали несколько лет, и консессия рассматривается как один из финансовых инструментов реконструкции коммунальных сетей. Реконструкция сетей нужна. Это и в администрации, и в Думе это понимают. Консессия, как один из инструментов решения этого вопроса, сегодня у нас лежит на столе. То есть решение Думы принято. Мы можем его использовать. Будет ли концессионная инициатива до конца года? Я такой возможности не исключаю. По словам Антона Ульянова, есть четкое понимание, какие требования необходимо предъявить потенциальному консессионеру. Во-первых, его программа должна исходить из минимизации нагрузки на горожан с точки зрения тарифов. Во-вторых, еще на бумаге должны быть оптимизированы работы по реконструкции сетей. Ну и в-третьих, консессионером может стать компания ответственная с соответствующим опытом и репутацией. Еще один вопрос уходящего года – присоединение северных территорий. Новые границы города в своем указе летом обозначил президент Владимир Путин. Но пока о развитии новых территорий речи не идет. Сейчас разрабатывается генплан города. Разрабатывает его специальный проектный институт в Нижнем Новгороде, занимающийся агломерациями, развитием территорий. У генплана такая достаточно сложная процедура утверждения. Пока генеральный план не утвержден, вообще нет никаких юридических оснований заниматься северными территориями. По прогнозам, генплан должны утвердить к концу 2022 года. И только после этого город займется обсуждением того, как будут развиваться северные территории. Также на итоговой пресс-конференции Антон Ульянов рассказал, что горожане стали чаще обращаться к депутатам через сайт Думы и по телефону. А вот письменные обращения приносят все реже. Главные вопросы народным избранникам касаются сферы ЖКХ и трудоустройства. Но и нередко, по словам председателя Думы, люди звонят просто за сочувствием. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Представители ВНИЕФ, профсоюзной организации, клинической больницы, медицинского колледжа, общественных объединений, СРФИТИИ, студенты филиала МГУ в Сарове и Саровского политехнического техникума. Члены молодежной палаты провели первое заседание, на котором познакомились, обсудили цели и задачи, регламент работы. Второй вопрос решили детально обсудить на заседании рабочей группы. Так как я являюсь председателем студсовета СРФИТИИ, я представляю все студенчество, и я думаю, я могу представлять интересы молодежи, очень большого скопления молодежи, и думаю, буду полезна для города, для развития молодежной политики в целом. Было очень интересно познакомиться с представителями других объединений нашего города, просто узнать побольше о деятельности молодежной палаты. Каждому участнику дали слово, нужно было вкратце рассказать о себе и о том, какие направления работы в молодежной палате ему интересны. Неловкость первого знакомства прошла довольно быстро, и обсуждения вопросов повестки порой превращались в настоящие дискуссии. Таким вопросом стало избрание председателя палаты. Путем тайного голосования выбрали двух основных кандидатов. Второй этап – открытое голосование, в котором победил Евгений Шестаков. Я являюсь сотрудником Федерального ядерного центра и руководителем Федерации технических видов спорта. Тон Сергеевич Ульянов нас правильно поставил, интересно провел плей на заседание. Мы сегодня познакомились, выбрали руководящий орган. Второе заседание участники решили не откладывать в долгий ящик и провести уже на следующей неделе. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. В двух саровских семьях в уходящем году появился седьмой ребенок. Стали родителями впервые 216 пар. Второй ребенок родился в 267 семьях. Всего за 11 месяцев в нашем городе зарегистрировали 606 новорожденных. По словам Марины Егоровой, этот показатель снижается из года в год. Для сравнения, в 2019-м на свет появились 739 малышей. По популярности выбора имени, естественно, приоритет только у родителей. И вот по популярности выбора наших саровских, мам и пап, среди мальчиков, конечно, лидирует опять имя Александра, Тимофей, Кирилл. Среди девочек очень часто называли София в этом году, Ева. Не обошлось и без редких имен. Мальчиков называли Иса, Фома, Лука и Эрик. Девочек – Лукерья, Евдокия и Лария, Аиша. Среди новорожденных в этом году лидируют мальчики. Их 363. Отрыв от девочек весьма ощутимый. Их родилось 243. Очень радует, что в 2021 году по сравнению с 2020 годом у нас есть увеличение на 52 супружеские пары. И составило это 338 пар. Из них 127 пар заключили брак в торжественной обстановке. А торжественная регистрация заключения брака на сегодняшний день происходит при соблюдении санитарных норм, которые установлены указом губернатора Нижегородской области. В этом году зарегистрировали меньше разводов. 292 супружеские пары приняли решение прекратить свой брак. Из них 182 расторгли отношения по решению суда, 110 – по обоюдному согласию. Как правило, у таких пар нет общих детей, либо они достигли совершеннолетия. Что касается увеличения записей актов гражданского стояния по отделу ЗАГС города Саров, это, конечно, государственная регистрация смерти. Хочу отметить, что количество записей о смерти превысило количество записей о рождении, начиная с 2017 года. У нас идет увеличение. Для сравнения, в 2019-м актов о смерти зарегистрировали 964. В этом году умерли 1254 саровчанина. В Саровскую воинскую часть с рабочим визитом приехал командующий Приволжским округом Росгвардии генерал-полковник Александр Порядин. Он наградил военнослужащих государственными наградами, а также подвел итоги боевой работы Саровской дивизии. Я желаю вам дальнейшего только идти вперед, совершенствуя себя, не утерять на высокое звание вашего соединения, не потерять позиции, и только с каждым годом вперед-вперед. Государственные награды получили военнослужащие, которые отличились при выполнении боевых задач. Медали за мужество, отвагу и самоотверженность вручили троим героям. Генерал-полковник Александр Порядин отметил их добросовестную и высокопрофессиональную работу. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении со служебных боевых задач на СССР в Кавказском регионе. Чувство гордости, радости, уважения за коллег при выполнении боевой задачи. Граждане за усердие и инициативу при выполнении ликвидации пожаров при лизе охраняемых площадок города Сарова. Чувствую гордость, радость. Считаю, что наши действия – это пример для будущего поколения. Торжественная церемония завершилась праздничным концертом военного оркестра Саровской дивизии. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Первая чеченская война началась 11 декабря 1994 года. Порушенный конфликт продолжался два года. Война унесла жизни более сотни тысяч человек. В день памяти почтили тех, кто ценой своей жизни восстанавливал порядок в Чечне и так и не вернулся домой. Сегодня памятная дата. Начало спецоперации по наведению конституционного порядка на территории Чеченской республики. Именуемая в народе Чеченская война. Мы собрались здесь, чтобы почтить память наших земляков и всех тех, кто выполнял свой воинский долг до конца. Александр Майоров, Юрий Шонин, Евгений Шатилов – это лишь некоторые имена саровчан, которые погибли в Чечне. У памятника воинам-интернационалистам собрались почтить память солдат, молодежной и общественной организации, а также жителей города. Не нужно помнить именно не только эту дату, но вообще все воины, которые проходят во имя нашего государства, мы должны помнить и чечить. Потому что ребята, погибшие, отдавшие свою жизнь или здоровье на этих воинах, мы должны всегда о них помнить. Для меня это на самом деле очень важно, потому что я считаю, что 11 декабря, дата начала военных действий на территории Чечни, это нужно чтить с тех людей, которые жертвовали своими жизнями, для того, чтобы у нас было мирное небо над головой. Мы сейчас спокойно там учились, получали образование и жили в мирной стране. Митинг, посвященный памяти погибших в Чечне, завершили возложением цветов и минутой молчания. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Сила, гибкость, координация акро-йога сочетает в себе асаны и акробатические элементы. Поскольку в создании позы участвуют двое, необходимо доверять друг другу. Многие ребята пробуют себя в этом стиле йоги впервые. Сейчас участники форума изучают основы, прорабатывают некоторые элементы, учатся держать баланс, правильно ронять напарника, если что-то пошло не так. В процессе занятия ты начинаешь очень сильно доверить партнёру и мне так кажется людям в целом, потому что я уже, наверное, думаю, я могу стать с кем-то другим. Во-вторых, очень сильно физическая подготовка на самом деле улучшается, особенно у базы, в плане того, что ножки очень сильно качаются и в целом я, наверное, даже хотела бы походить в дальнейшем на это всё. На последнем занятии его ведущие показали, чему участники смогут научиться, если посвятят этому стилю йоги несколько лет. Программа слёта молодых специалистов была насыщенной. За три дня ребята успели пройти верёвочный курс, психологический тренинг «Тайна твоего выгорания», решать кейсы по наполнению городских пространств «Вам решать». Научились ловить яркие моменты участники на мастер-классе «Мобильная фотография». Что мы снимали? Мы ходили по лагерю и искали какие-то атмосферные штуки, то есть мы совмещали природу, которая здесь очень красивая, и совмещали какие-то объекты жизнедеятельности человека, то есть дома, заборы, башни, ещё что-то, то есть чтобы привлечь какую-то, ну не динамику в кадр, но какую-то интересную точку зацепления для внимания. Молодой специалист, спорт, красивый город и свободное время. На такие тематические блоки разделили вопросы главе города Алексею Сафонову и председателю городской думы Антону Ульянову. Общение прошло в лёгкой, непринуждённой атмосфере. Вопросы встречались разные, как личного характера, о свободном времени, любимых видах спорта или памятных местах Сарова, а также общегородских. К примеру, как оценивают украшения улиц к Новому году. На самом деле мы стараемся, понятно, что тяжело спорить с городами-миллионниками, с городами-триллионерами, но тем не менее какие-то и фишки, и изюминки мы находим. Там вот в этом году, я не знаю, удастся, не удастся, прям очень много усилий вложили, вот чтобы привезти Дед Мороза на мотоцикле. Вот никак он не доедет, а может уже доехал, я просто не видел, вот надеюсь, он будет. Завершили встречу и сам форум коллективной фотографии. Награждение победителей молодежного форума «Время выбрало нас» прошло в онлайн-формате. В первый день форума молодежной организации и объединения города защищали проекты, обсуждали свои идеи с компетентным жюри. Теперь организаторы подвели итоги сразу нескольких конкурсов «Саров молодежь», «Молодость Сарова» и «Доброволец Сарова-2021». Конкурса «Доброволец Сарова-2021». Конкурс проходил с октября месяца по ноябрь. В городе Сарове он стал уже традицией. Сегодня будут подведены итоги, узнаем победителей в пяти номинациях. Конкурс был направлен на выявление самых лучших волонтерских инициатив, волонтерских проектов. Трансляция не обошлась без музыки и живого общения с участниками форума и руководителями проектов. Глава города Алексей Сафонов лично наградил победителей. А также ответил на каверзный вопрос ведущего. «На самом деле своими лидерами я считаю именно вас, вот именно вас, молодежь, по одной простой причине у вас нет границ, у вас есть желание, у вас есть возможность, у вас есть время для работы. Потому что мы работаем немного в других условиях. У нас то не хватает полномочий, то не хватает финансирования, то не хватает согласований дополнительных. И когда я вижу искренне желающего что-то сделать молодого человека, я по хорошему завидую, готов ему помогать. На форуме «Время выбрало нас» у молодежи города была возможность рассказать о своих идеях и планах, продвинуть новые инициативы на уровень города, а также получить обратную связь от специалистов. Проект был, чтобы организация города выделила нам деньги на технику, чтобы выпустить более высококачественный контент и обучить молодежь работой с телеоборудованием и научить их стримом. Я создала свою презентацию, которая рассказала о себе, в каких акциях я принимала участие и какие у меня есть награды. У нас такие акции, которые направлены на улучшение здоровья и повышение активной жизни. Теперь победители конкурсов молодежного форума «Время выбрало нас» начнут плодотворную работу по реализации своих проектов. 18 ноября министр науки и высшего образования подписал указ об установлении нового праздника Дня преподавателя высшей школы. Дату празднования 19 ноября выбрали не случайно. В этот день родился Михаил Васильевич Ломоносов, первый русский ученый мирового значения. В Саровском физико-техническом институте этот день не оставили без внимания и тепло поздравили весь преподавательский состав. Трудно переоценить ваш труд. Ведь сегодня век быстро меняющихся технологий это не только передача знаний, умений, навыков, но это и воспитание человека будущего, который сможет работать в команде. Он будет креативным, он будет творческим. В этот праздник преподаватели наградили почетными грамотами Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Для каждого из них подготовили теплые слова благодарности от руководства и студентов вуза. Традиция праздновать День преподавателей высшей школы повысит престиж к этой профессии. Мы надеемся, что и молодежь станет интересной профессией как преподавателя. Ну и, конечно же, это, наверное, приток, надеемся, на больший приток в научно-исследовательскую среду именно молодежи и вообще всех, кто любит и занимается наукой. Когда преподаватели выходили из актового зала, студенты поздравляли своих наставников и каждому из них вручали цветы и сладкий подарок. Совет молодых ученых Нижегородской области сформировали, чтобы развивать научную и инновационную деятельность в регионе, а также поддерживать новые инициативы молодежи. От Сарова членом совета стала студентка физико-технического института Арина Мартышина. Деятельность, она, в общем, будет представлять собой как бы участие вот в этих выездах совета, то есть он там несколько раз в год будет если мы будем все собираться и что-то обсуждать какие-то вопросы, какую-то статистику, продвижение по направлениям различным. Арина учится на четвертом курсе направления прикладные математика и физика по профилю квантовая электроника. Несмотря на юный возраст, девушка активно занимается научной деятельностью, участвует в различных конференциях, публикует свои статьи в сборниках. Студентка состоит и в Совете молодых ученых при Саровском институте. Арина уже второй год работает в моей лаборатории математика, математическое моделирование физики живых систем и занимается она моделированием процессов, связанных с метаболизмом человека в гипотоцитах, в клетках печени. Членами Совета молодых ученых Нижегородской области выступают представители высших учебных заведений и научных организаций, молодые специалисты госкорпораций. На ближайшее время запланирована очередная встреча Совета в Нижнем Новгороде. У Татьяны Шаровой педагога-библиотекаря школы номер 7 первый опыт классного руководства. Но уже на протяжении четырех с половиной лет педагог отлично справляется со своей работой. С девятым А-классом она сразу нашла общий язык и легко настроилась на одну волну. С ребятами педагог часто организовывает внешкольный досуг и различные мероприятия. Поэтому дети отзываются о Татьяне Владимировне с особенной теплотой. С классным руководителем мы делаем какие-либо поделки, связанные с разными праздниками, создаем видеоролики, ходим на разные мероприятия. Наш классный руководитель, он самый лучший, потому что организовывает с нами часто мероприятия и выручит в трудной ситуации. Она, например, если мы что-то забыли, нам даст учебник, что-то подскажет иногда, еще поможет принять участие в конкурсе. Свои силы Татьяна Шарова решила попробовать на конкурсе «Классный руководитель года-2021». Для первого этапа педагог подготовила видеовизитку и методическую разработку внеурочного мероприятия. А в финале конкурса Татьяна Шарова рассказала о своем педагогическом опыте и решила сложные педагогические ситуации. У меня случилось, наложилось два конкурса практически один на другой. Я готовила своего ученика, девятиклассника Красного Валерия, на участие в конкурсе «Ученик года-2021». Мы с ним заняли четвертое место. И практически в эти же сроки шла подготовка к моему конкурсу «Классный руководитель». То есть надо было готовить и Валеру, и его подготовительный этап, и в их выступлении в финале, и мой. Эмоционально было очень тяжело, но мы справились. Хотя Татьяна Шарова занимает должность классного руководителя всего несколько лет, за ее плечами уже немалый опыт участия в различных форумах и во всероссийских конкурсах. Также педагог может похвастаться успехами и своих учеников. В моем классе много успешных ребят, которые принимают участие в различных конкурсах, как городских, так и всероссийских. В прошлом году двое моих ребят заняли второе-третье место в конкурсе «Первый кубок семейных команд» от «Росатома». Это, естественно, гордость, это, естественно, радость и есть чем гордиться. В дальнейшем Татьяна Шарова планирует участвовать и в других конкурсах, чтобы повышать свой профессиональный уровень. Сразу после открывания заслонки начинает высыпаться песок с массовым расходом. Рассказать о педагоге или наставнике, который много для тебя значит, снять о нем двухминутный видеоролик. Финальное испытание конкурса «Ученик года» хоть и было непростым, но участники с ним блестяще справились. Илья Лобачев представил на суд-жюри ролик о своем преподавателе физике. Фишка видео юноши считает участие в нем одноклассников-наставника и бывшего воспитанника, который сейчас учится в МГУ. «Честно говоря, само участие в конкурсе не было моей личной идеей, то есть мне его просто предложили. Сразу появилась довольно тяжелая мысль, что будет непросто, потому что так вышло, что 15-й лицей практически всегда забирает первые места, и, соответственно, требования были высокие. Илья с непростой задачей справился, упрочив лидерство лицея номер 15 в этом конкурсе. Помимо видео визитки, ребят ждало еще два испытания «Я ученый» и «Я эрудит». Заранее ребята готовили презентацию о себе в контексте «Я ученый», а в режиме реального времени ответили на 10 вопросов викторины, связанных как с наукой, так и с историей Сарова. Городской конкурс «Ученик года» проходил в этом году восьмой раз и второй год именно в дистанционном формате, но, тем не менее, от этого он не утратил своей актуальности, своей креативности, своей, вы знаете, вот такой остроты, потому что действительно те ученики, дети, которые участвуют в этом конкурсе, они действительно настоящие лидеры. Церемония награждения победителей и призеров прошла в теплой дружеской атмосфере. Дипломы и ценные подарки старшеклассникам вручила директор ДДТ Светлана Калипанова, еще раз отметив способности, достижения и отличные материалы, которые подготовили финалисты. Военнослужащий Саровской дивизии Росгвардии Александр Крылов наравне с другими участниками вышел на сцену, чтобы спеть песни о мире и войне, о службе и долге. 20-й фестиваль солдатской песни «Виват Россия» символично прошел в канун Дня Неизвестного солдата и Дня Героев Отечества, а приурочили концерт к 25-летию Городского союза старшеклассников статус. Именно Союз старшеклассников является когда-то инициатором, а сейчас организатором этого фестиваля. Старшеклассники выступают, старшеклассники ведут, и, собственно, это традиция, которая поддерживается в Союзе на протяжении города, а также Саровского физико-технического института и медицинского колледжа. Каждый из них спел свою историю о войне, любви, дружбе и солдатской жизни. Лиричные, задорные, серьезные. На сцене старшеклассники, как и сами песни, были разными. Патриотическое воспитание никто никогда не отменял, сейчас его вообще ставят в углову угла, поэтому это довольно важное, на мой взгляд, направление, и через музыку, через песню тоже идет воспитание, еще какое. Ученица школы молитва. В ней старшеклассница передала всю силу материнских чувств, боль и переживание матери за сына-солдата. Это песня из репертуара Людмила Гурченко. Это песня о том, как мать вспоминает о своем сыне. Данную песню я пою уже на протяжении трех лет. Мы каждый год с объединением ездим на различные конкурсы, и я очень часто выступаю с данной песней и занимаю почетные места. После концерта наградили лауреатов фестиваля и вручили им памятные призы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин